Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день! В эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Радостным голосом я все это произносил, но особенно радостным голосом, не случайно, потому что сегодня непростая программа, непростой эфир Бизнес Класса. Сегодня, как и всю неделю, мои коллеги поздравляют нас с юбилеем. Сегодня праздничная, юбилейная программа. Я надеюсь, вы помните. Финам ФМ вот уже пять лет. Это срок. Поздравляем. В хорошем смысле слова. Пять лет – это возраст. Это возраст, совершенно верно. Спасибо, что вы продолжаете. Ну так вот, сегодняшняя праздничная программа, и мы специально для этого пригласили сегодня в студию наших коллег. Это Иван Суворов, генеральный продюсер радиостанции «Москва-ФМ». Добрый день, Иван. Здравствуйте. И это Антон Чернин, шеф-редактор радиостанции «Москва-ФМ». Антон, добрый день. Здрасте. Мои коллеги сегодня, ну, наверное, тоже будут нас поздравлять с этим самым событием, но основная задача-то не это была, да, чтобы коллег пригласить и услышать поздравления. Основная задача – поговорить о неких тонкостях, может, да, вот этого самого радийного бизнеса. Ну, от слова «бизнес» никуда не уйдешь, поскольку эфир бизнес-класса. Вот на эту тему мы сегодня поговорим, и я буду, если позволить, уважаемые коллеги, мучить вас вопросами, потому что ваша радиостанция «Москва-ФМ», да, причем настаиваете вы всегда. «Москва-ФМ», да, чтобы именно так. «Москва-ФМ» – это совсем и другое дело. Это другая радиостанция. Это другая, не имеющая никакого отношения. И другой сайт, да. И другой сайт, да. Именно «Москва-ФМ». Так вот, используя этот прононс, я буду многократно сегодня, так сказать, это название повторять. Ну, и первый мой вопрос – почему именно так? Иван, давайте с вас начнем. Почему именно так нужно произносить? Вы знаете, мне бы хотелось сначала вас поздравить, если вы можете. Давайте начнем все-таки с праздника, который у вас. Не будем отходить от традиций. Очень, я вот пытался вспомнить все, что связано у меня с вашей радиостанцией. И, знаете, как ни странно, у меня такое ощущение, что вам гораздо больше, чем 5 лет. Мне кажется, что вы существуете, вот сколько… Ну, не то, что вы, как Андрей Вакаревич, один поклонник сказал, знаете, я вырос на ваших песнях. Я не могу сказать, что я вот прям вот слушал в детстве, в школе. Но это хороший признак, когда есть ощущение, что бренд живет уже достаточно долгое время. И, значит, он уже вошел в систему потребительских ценностей. Важа бизнес и передача. Уникальные торговые предложения. Сейчас будем маркетологические всякие там термины употреблять. Очень вас поздравляю. Мне кажется, что очень хорошая станция. По крайней мере, все мои знакомые отмечали всегда, что у вас прекрасный подбор музыки. Да. Что есть, то есть. И вот он безупречен. Я вам желаю, в общем, на самом деле, и в ближайшие 50 лет оставаться такой же безупречной музыкальной, вот по своей музыкальной составляющей станции. Ну, а что касается программ, мы вот сейчас… Спасибо, Иван. Спасибо, я должен поблагодарить был, да, аплодисменты. Ну, от себя добавлю, что просто как я впервые на вас наткнулся, ехал в машине с приятелями на дачу, вот, ух ты, что это играет. А водитель мне сказал, что вот случайно наткнулся и с тех пор не переключаюсь. Я понимаю, что по нынешним временам это самый верный способ распространения и роста популярности, когда человек просто натыкается на волну и уже на ней остается. Если я могу, извините, Антон, предположить, что поскольку вы ехали на дачу, да, это, видимо, был выходной день. Ну, и случайно наткнулись на хорошую музыку, да, Иван об этом тоже сказал, я с вами согласен. Он у нас, наш специалист, который занимается этим, у него замечательный вкус. Но, чтобы вот все не закончились, начались суровые будни. А на буднях ведь не только, вот в чем специфика нашей сады, не только музыка звучит, а звучит много всякой разной полезной, мы надеемся, информации, да, которая, может быть, даже неподготовленному слуху и слажена для восприятия. Там не было никакого конфликта больше с вашим знакомым? Ну, судя по тому, что он наткнулся на волну несколько раньше и с тех пор на нее не переключался, значит, и бизнес-формация ему тоже пригодилась. Самое главное. Так что, видимо, вот так вот на вас попадают и остаются на волне, значит, все... Все устраивает. Значит, все устраивает. Спасибо огромное, коллеги. Спасибо, Иван, спасибо, Антон, за ваши поздравления. Ну, и тем не менее, все же я хотел бы в дальнейшем, да, наш сегодняшний эфир посвятить разговору о вашей радиостанции, о специфике ее, очевидно, такая и есть, да. Ну, если позволите, вновь я начну с вопроса, да, который уже прозвучал. Москву-ФМ. Все же настойчиво. Москву-ФМ. Почему такой прононс? Ну, Москва, потому что это радиостанция, которая по своей лицензии имеет английский язык, языком вещания. Если на других радиостанциях, которые играют только русскую музыку и диджеи говорят только по-русски, запрещено использовать английские слова, то у нас запрещено использовать русские слова. Вот мы такие, такие в этом смысле перевертыши. Москва-ФМ, потому что, наверное, ну а как еще можно было назвать радиостанцию, которая изначально планировалась для вещания на экспатов и на туристов. То есть мы на самом деле... На экспатов и на туристов. И на туристов. То есть мы изначально вообще на самом деле социально ориентированный продукт, который бы позволял и помогал людям, которые здесь отдыхают, живут, работают, находятся там какое-то короткое или более продолжительное время, адаптироваться в Москве. То есть то, что если вы зайдете на наш официальный сайт moskovfm.com и посмотрите описание радиостанции, то изначально это действительно такой вот гид-путеводитель для иностранцев. Путеводитель по Москве, по России. Путеводитель по Москве, ну скажем так, по актуальным местам, по актуальным событиям, по актуальным каким-то мероприятиям, которые происходят здесь. Но так получилось, что поскольку, ну в общем, довольно-довольно странно было бы иметь... И, кстати говоря, мы не уникальны в этом смысле, потому что в любом крупном городе мира, в финансовом центре тем более, есть радиостанции на английском языке. В Москве ее не было. Вот, я в этом смысле, в этом смысле вы уникальны, потому что это первый случай для России, я так понимаю. Ну и для Москвы в частности. Ну и в этом смысле как раз мэр Москвы Сергей Собянин, который, слова, которые открывали наш эфир, сказал о том, что мы вот становимся все более и более открытыми для гостей, и в том числе для гостей, которые у нас здесь задерживаются и живут, и поэтому для них эта радиостанция, безусловно, нужна. И я вам хочу сказать, уже пример такой совсем человеческий. Мы не так давно, наша команда радиостанции участвовала в турнире по боулингу. Причем этот турнир проводит один наш хороший знакомый из экспатов. И там участвовали команды нескольких компаний, где много иностранцев. То есть это иностранцы между собой. Я не буду говорить про... Мы сейчас вот выяснили, вообще углубившись в жизнь экспатского сообщества, мы уже выяснили, что там они в софтбол играют, и еще в какие-то... То есть там есть целые какие-то игры. Ну, вот в данном случае... У них свои все-таки. Грумбол, да. С метлой. Кто бы мог подумать. Даже квиддич там, вот это, вы понимаете, да, из Гарри Поттера, вот это все истории. Сели на метлы и полетели. Так вот, турнир по боулингу. И подходит один человек, его зовут Хосе, это один из наших постоянных слушателей. Он живет здесь, если я не ошибаюсь, 6 лет. Он женился на русском. Он работает в западной компании. Какой-то как раз вот прям бизнес-бизнес такой ориентированный. И с офисом в районе Белой площади на Белорусской. Знаете, кто там сидит, да, чтобы не делать рекламу никому в эфире. Не будем произносить название. И вот он подходит, он из Америки, он такой немножко латинос по своему происхождению. И он подошел, диджей, говорят, вот Иван, это наш босс, вот человек, который нами занимается здесь с самого начала. Вы бы видели этого человека, вы бы видели его горящие глаза, и человек, который подошел и начал трясти руку и говорить, спасибо вам огромное, что вот это появилось, потому что, говорит, мне так нравится у вас. Я, говорит, здесь вот просто уже как дом у меня, вот Москва. У меня здесь жена, у меня здесь квартира, у меня здесь там еще что-то, еще что-то. И плюс еще англоязычное радио. Но, говорит, мне вот, я чувствовал, что мне что-то не хватает для того, чтобы здесь было совсем комфортно. Ему правда хорошо, он выглядит как человек, которого все в жизни устраивает. И он, говорит, вот когда вы появились, вот когда я, говорит, услышал вот это, а потом я услышал пита своего приятеля, у которого я там в баре выпивал, тут, говорит, я понял, что все. И вот, говорит, я вот с этим вот ощущением, это было, наверное, пару месяцев назад, вот, говорит, уже 4 месяца я живу, я, говорит, я дома, слушаю, у меня на работе играет. У меня уже все подсели в машине, все. У меня, говорит, вот наступила та самая полнота, то есть полнота ощущений, не хватало саундтрека к жизни. И вот он теперь у него есть, я понимаю, что мои знакомые, которые там закончили Инья, закончили МГИМО, которые при встрече всегда благодарят, выясняется, что вот мы сделали что-то, получилось сделать что-то, чего не хватало. И вот это на самом деле замечательно, и замечательно для нас, и мы людям чего-то каких-то ощущений добавили в жизнь. Вот этот саундтрек, который у некоторых теперь звучит, видимо, он уникален, действительно, и это приятно, это здорово. Это очень приятно. Можно говорить, Иван, здесь, что вы, это такое точное попадание, или все-таки этому предшествовала скрупулезная работа, да, выстраивался бизнес-план, маркетинговый анализ, чего не хватает Испатом в Москве, вот такой вопрос звучал, и на него шел ответ. Или просто вот интуитивно вы так раз и попали. Вот вы знаете, я очень счастлив, Антон меня сейчас еще и поддержит наверняка, я очень счастлив, что мы в работе над этой радиостанцией и на этой радиостанции всегда ориентируемся, мы спрашиваем у себя, мы вот ориентируемся вот как, а вот правильно ли будет это сделать вот так, правильно, если собираемся, решаем вот так, так, значит, так и делаем. И в данном случае, я уже сказал, это социально ориентированный проект. Здорово. Иван, спасибо огромное, Антон, мы сейчас прервемся, новости на Финам.ФМ, их нужно послушать обязательно, а потом продолжим эфир. Итак, друзья мои, мы продолжаем бизнес-класс на Финам.ФМ, сегодня праздничная программа, если позволите, я буду каждый раз, начиная новую часть нашего эфира, об этом говорить. Юбилей, 5 лет, Финам.ФМ, и поздравляют нас наши коллеги, мои сегодняшние гости, представители радиостанции Москва.ФМ, это Иван Суворов, генеральный продюсер радиостанции, и Антон Чернин, шеф-редактор радиостанции. Добрый день еще раз. Добрый, добрый, добрый. Ну что ж, ушли мы на новости, замечательная фраза у Иванова очередной раз прозвучала, то есть все-таки это некое внутреннее, ваше, прежде всего, внутреннее ощущение, это не, как в таких случаях говорит, не следование каким-то модным тенденциям или веянием рынка, это в конечном итоге попадание, но оно пришло вот отсюда, это важно очень. Вы знаете, в принципе, люди, которые работали, которые начали вот эту вот радиостанцию, они все в радиобизнесе достаточно давно, так что можно сказать, что мы эти исследования проводили как-то внутри себя всю жизнь. Совершенно верно. Мы очень долго анализировали, чего действительно нет, чего не хватает, и когда мы собрались, мы уже понимали, что надо, и при этом большая часть диджеев, которые сейчас у нас работают, они увидели пульт первый раз полгода назад, то есть это люди абсолютно свежие, абсолютно вот такие ньюкамерс. Это была ваша задача, да, привлекать, ну, условно говоря, непрофессионалов, или так, опять, звезды так привлекают? Нет, они сложившиеся как люди, то есть если человеку есть что сказать от себя, если он уже достаточно много пережил, перечувствовал и в жизни понял, то научить его двигать кнопки, это чисто техническая задача. И нам страшно повезло сложить вот такую команду из-за людей, там, у нас есть и эфирные монстры типа Микс Мастер Мэкс, это человек, который 20 лет в эфире и известен там по-другому. Двенадцать. А? Двенадцать. Ну, двадцать лучше, круглее, учитывая, что у нас юбилей. Девяносто четвертого? Девяносто четвертого, да. Мы его по имени называем, Макс Любимов. Да вообще бы нет, конечно. Конечно. В общем, человек, с которым мне посчастливилось работать на нашем радио много лет. Антон, я прошу прощения, а сотрудники все россияне, да, мне хотелось? Нет, 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 ни в коем случае. Кстати, экспаты в эфире сейчас вот 60 на 40. 60 процентов экспатов, а 40 это наши соотечественники, но блестяще говоря еще по-английски, и самое главное, вот с бэкграундом, с пониманием того, о чем стоит говорить. Пожившие там и поучившие там язык, и некоторые, там есть дипломатические дети, есть люди, которые там учились и в Америке, и в Англии. У нас совместное советско-американское предприятие. Были такие в начале 90-х. Да, и вот это вот ощущение, вот это вот стремление идти от себя, от того, что ты чувствуешь, от того, что ты считаешь правильным, мне кажется, оно уже, вот все эти маркетинговые схемы, по которым существовало радио там последнее, наверное, даже не последнее, ну вот с момента появления, почти с момента появления ФМ-радио в нашей стране, где-то середины 90-х. Они уже, с появлением интернета, они потеряли смысл. И станции, которые пытаются жить по вот этим вот... Бизнес-канонам, да? Да, по этим канонам, они теряют аудиторию. Они, прости, Антон, наверное, даже не то, чтобы теряют аудиторию, они скорее выхолачиваются в такие музыкальные автоматы. Вот, это я хотел сказать. Которые, собственно говоря, есть достаточное количество у нас специалистов сейчас на рынке, в Москве в том числе, которые прекрасно делают станцию, где играет музыка. Музыка, джингл, музыка, джингл. Прекрасный подбор музыки, прекрасный музыкальный редактор, который правильно расставляет очередность этих песен в программе там какой-то эфирной, производители плейлистов. Но радио для нас это прежде всего душа, это прежде всего движуха в эфире. И самое главное, вот то, о чем уже говорил Антон, если человек сам по себе интересен, его интересно будет слушать и за столом в дружеской компании, и в баре, если он там бармен, и на радио, если он там ведущий. И как раз к разговору о том, что делает историю, личности, безусловно, а на радио, и вы же знаете, да, что если там в Америке было в какой-то момент с появлением цифровых технологий падение аудитории слушательской радиостанции, то потом люди, понятно, что когда у человека выбор там не из десяти или не из пятидесяти станций, а из тысячи, понятно, что он себе может в принципе и в плейлист набрать, в iPod в какой-то там положить, в какой-то девайс. Но последние несколько лет мы видим возвращение интереса, и опять-таки аудитория эфирных радиостанций начала расти. Да потому что люди, вот у нас, сейчас у меня есть пример один, у нас работает Ли Эрлих, это девушка американская, она родилась в Санта-Барбаре. На всякий случай. На всякий случай. 18 лет назад она приехала в Россию, потому что ее заинтересовал совок, то есть Советский Союз. Она приехала изучать Советский Союз. Были такие... А термин употребляет она этот совок? Она говорит, да, совок. Она по-русски говорит лучше, чем на своем американском родном, английском-американском. Вот, и она рассказывает о том, как она слушала программы Кейси Кейса, был Американ Томфодис Кейси Кейси, был такой самый известный ведущий в Америке на радио. И она рассказывала, как она была маленькая, она слушала программу вечером, значит, в пятницу, в субботу с утра. Она говорит, я просыпалась пораньше, я садилась на велик и ехала там в другую деревушку, где был музыкальный магазин. И там... Я вот об этом узнал только сейчас, работая на Москва УФМ. И там были полки подписанные. Первое место хит-парада, второе место хит-парада, третье место. И так вот эти все топ-40, 40 полок, или там их было 20 половин. И стояли синглы, которые можно было купить. И она говорит, я вот вчера сидела там на листочек, записывала, значит, какое там место. Вот такой у меня есть сингл, такой нет у меня сингл. И люди там, ну я понимаю, что нашего возраста, но молодые, которые сейчас, надеюсь, слушали там в том числе наши радиостанции и подобные аналогичные, интересные проекты, будут точно так же потом вспоминать, как Ли, как для нее, что значило для нее вот это радио и вот эта программа, которую она слушала. Потому что это была часть ее свободного времени. Это была часть ее жизни. Она сейчас уже взрослым человеком, имея мужа Сашу Чачи Иванову из группы, лидера группы «Наиф» и ребенка, и живя в России, работая на радиостанции, она говорит, я вот сейчас села за пульт, и я поняла, как я вот вспомнил, как я тогда была мелкая. И вот сейчас, и у нее вся жизнь ее связалась вокруг радио. Просто, когда наши специалисты поехали в Штаты набираться там опыта и потом переносить его сюда, они поехали в очень неудачный момент, в тот момент, когда радио перестало быть приключением. Вот если сейчас вы поставите замечательную группу «Квинс» с песней «Радио Гага», она ровно об этом, о том, что вот радио было чем-то невероятным, то, что ты слушал по ночам и никогда не знал, что будет дальше. А сейчас оно превратилось в музыкальный автомат. Музыкальные автоматы сейчас уже, слава богу, никому не нужны, они умирают. Да, появился интернет, вот тебе флешка, вот тебе МП-3, любой набор, воткнул, поехал. И для того, чтобы выжить, как Эфимовича, потому что объективных предпосылок для смерти музыкального «ФМ-радио» нет. Есть определенная тормознутость людей, которые в этой сфере работают, которые работают по вчерашним лекалам. А надо возвращать вот это вот ощущение приключения. И мы, то есть я могу сказать и за Ваню, и за себя, и за своих коллег-ведущих, мы идем на работу каждый день, мы ждем приключения, мы не знаем, что будет. Да, вот идет, идет эфир. И вдруг там приходит группа Deep Purple в гости. Вот просто берет и приходит. Я знал, что они могут прийти, но мы специально это не анонсировали. Да, это против всех законов, но... Это реальный случай, Антон. Реальный, абсолютный случай. Это месяц назад у нас произошло. Это было второго числа. Меньше месяца. Да, меньше месяца. Я знал, что в принципе это может быть, но мы специально никому не говорили. Бах! Да, и это потому, что мы хотим. И час мы разговаривали в эфире, ставили песни с их альбома новую, в том числе Uncommon Man, восьмиминутную. Гиллан после эфира сказал, что в Англии бы такого не позволили. Ну, естественно, восемь минут. А тут просто диджей Адам мне перед эфиром сказал, что, Антон, я очень хочу поставить песню, она мне очень понравилась. Но она восемь минут может. Знаешь, она и мне понравилась тоже. Так, давай. Вот. И Ваня, как наш главный, он к таким вещам очень лояльно относится, потому что понимаешь, что если есть ощущение момента, значит, надо это делать. Вот, собственно, чему меня этот человек многие годы учил. Не, ну, если что-то происходит к месту, в кассу, да, что называется, и наоборот, хорошо, давайте так и делаем. Самое смешное, что потом группа Дипепл вместе с нами пошла в кино. Мы завели такую хорошую традицию, мы наших радиослушателей благодарим наших партнеров из кинозала ГУМ и вообще из ГУМ и их управляющая компания, замечательная «Боск и Дичи Леджи». Ну ладно, сегодня правильный эфир, момент рекламы, да. Многие вещи сегодня. Дело в том, что замечательный кинозал ГУМ, и просто советую всем туда сходить, потому что там очень комфортно и как-то совсем другое ощущение кино. Ну, так вот, группа Дипепл со всеми своими сопровождающими, женами, с техниками, с... Вот это жизнь, это настоящая жизнь. 24 человек к нам пришло. Мы пошли смотреть «Айронмен 3». Дело в том, что мы завели такую традицию, мы наших слушателей приглашаем на предпремьерные показы в основном, либо вот прям в день премьеры 70 человек входит там в кинозал ГУМ, мы разыгрываем какое-то количество билетов и идем сами всей командой. Мы показываем фильмы, не переведенные, с русскими субтитрами. Соответственно, и нашим диджеям, которые не говорят по-русски, это интересно, и много экспатов приходит из слушателей, и уже есть такой костяк сложившейся аудитории. Вот с нами пошла группа Дипепл, 24 человека, то есть 50 наших и 20 Дипепл сопровождения. И это действительно приключение, потому что, ну не знаю, у нас нет специалистов по приему там VIP-гостей, они как-то сами так между собой распределили обязанности. Ну самое, я так предположу, да, самое замечательное, что и, собственно, товарищам из Дипепл-то это было в кайф. Да, и они этого просто не ожидали, что вот такое может быть, что просто... Антон, сейчас прервемся, у нас новости на Финам.ФМ, потом продолжим этот разговор, продолжим. Ну что ж, друзья мои, вот такая замечательная сегодня у нас программа, бизнес-класс на Финам.ФМ, но я еще раз напомню, необычная программа, посвящена на юбилею радиостанции. Пять лет нам исполняется сегодня, и сегодня в гостях бизнес-класса наши коллеги с радиостанции Моску.ФМ. Еще раз я представлю, с удовольствием это сделаю. Иван Суворов, генеральный продюсер радиостанции Моску.ФМ. И Антон Чернин, шеф-редактор радиостанции Моску.ФМ. Здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз. Еще раз. Спасибо огромное. Ну что ж, продолжим вот этот разговор. Очень яркий пример. Опять-таки мы говорим о том, что сейчас радиостанция, ну, видимо, вот это вот ваше внутреннее, да, как профессионалов ощущение, вновь повернулось лицом, если позволите, такие штампы банальные, да, лицом к слушателю. Раньше она, видимо, стояла какой-то другой частью тела. И если вспоминать вот ваши примеры о том, что есть некий музыкальный автомат, да, вот этот музыкальный автомат, это, видимо, способ зарабатывать деньги. И тоже, наверное, не всегда это получается. А человеческая радиостанция, она ставит перед собой задачу зарабатывать деньги? Или какие-то другие все-таки задачи решают? Знаете, я вот сейчас вспоминаю то, о чем вы говорили, да, в последние несколько минут, и понимаю, что, в общем, мы даем некоторым нашим коллегам рецепт, как зарабатывать деньги. Потому что, ну, музыкальный автомат, понятно, меряется аудитория, проводится тестирование фанатейки периодически. Ну, то есть, некая технология просто-напросто, которая работает и исполняет. Эту аудиторию измеряют вдоль и поперек, и пытаются продать продукт, аудиторию, рекламодателю. В нашем случае мы, еще раз скажу, социально ориентированный проект, мы работаем, радиостанция входит в холдинг «Москва-Медиа», это объединенная редакция московских СМИ. В ней, помимо нас, существует еще радиостанция «Москва-ФМ» и «Говорит Москва», и два телеканала. «Москва-24» и телеканал «Доверие», плюс интернет-портал «М-24», плюс там еще какое-то количество газет, если я не ошибаюсь. Я не вдавался в подробности, но тем не менее. И на самом деле, я так понимаю, что для Москвы и для руководства московского правительства, и для московского, и для мэрии, важно, чтобы все слои населения были охвачены. То есть, если мы посмотрим, как таргетируются, как позиционируются все СМИ, которые входят в объединенную редакцию, все эти СМИ сориентированы на свою определенную аудиторию. Соответственно, вот мы на экспатов, на туристов и на продвинутых англоговорящих наших соотечеств. И в данном случае, конечно, ну, естественно, любое СМИ должно зарабатывать, но я так понимаю, что это не ставится во главу угла здесь. Прежде всего, подчеркну еще раз, это такая социально ориентированная функция, но, помимо всего прочего, вот то, о чем мы уже говорим с вами там какое-то время, мы ориентированы на то, чтобы людям было комфортно жить, имея вот этот саундтрек к своей жизни, эфир нашей радиостанции. Именно поэтому мы не классическая музыкальная радиостанция, в том понимании, в котором сейчас это музыкальный автомат. Мы не автомат, безусловно. То есть, есть некого единого формата, да, музыки здесь нет. И мы не разговорная станция. Мы, знаете что, я, наверное, вспоминаю, там, классическое радиомаксимум времен Миши Козырева, когда это было информационно-музыкальное радио, когда там, помимо самой актуальной музыки, активно работала студия 15 и разные рубрики в большом количестве появлялись в эфире, и там соотношение музыки к информации было где-то, примерно, доходило до 30 на 70. То есть, 30 информации и 70 музыки. У нас соотношение это 20 на 80, оно так и зафиксировано в лицензии. И мы стараемся этому соотношению соответствовать. И мы стараемся, у нас в течение часа эфира два выпуска новостей в начале и в середине часа. Новости делают наши коллеги и замечательные партнеры с телеканала Russia Today. И четыре выпуска Moscow News. Это наши информационно-познавательно-развлекательные рубрики, в которых мы стараемся... Это как раз вот Антон, это епархия Антона. Антон отвечает за все слова в эфире, за все, что говорится. Вот мы стараемся, и ребята, и редакторы во главе с Антоном, стараются вытащить вот все из любых источников, что может заинтересовать людей, которые нас слушают. То есть вот, например, самое свежее, что вот сейчас в эфире звучит у Макса Любимова, это о ночной велопрогулке по масонским местам Москвы. Ничего себе. Вот почему бы и... А почему нет, почему нет, почему нет? Откуда такая информация в нем вообще не делается? Нашли. Нашли. Это профессиональный секрет. Конечно. Нет, все источники открыты, пожалуйста, пользуйтесь. Просто надо покопаться. Да надо больше, просто покопайтесь. Вот, и, ну, безусловно, там какие-то городские события, потому что мы считаем, что, допустим, открытие какого-то тоннеля или какой-то транспортной развязки, вне зависимости от того, человек турист, экспат, наш соотечественник, который просто нас слушает. Это ему... Это событие, это вот Москва инструкция их применения в любом случае. Более того, когда была вот эта вот неделя в апреле «Чистый город», мы вышли на субботник, вся команда «Москва-ФМ», причем это предложил наш диджей Питт, вот тот самый легендарный, который бывший проповедник, а теперь бармен. Он действительно с утра днем работает в эфире, а вечером идет в бар напитки разливать. Просто сказал, ребята, давайте сходим. И мы все сказали, давайте. Кстати, мы пошли в Сатер-Митаж, там получили свои грабли, мешки и возили там, убирали всю эту сухую листву, бумажки. Просто так захотелось. Кстати, в конечном итоге это тоже могло быть информационным поводом уже, для того, чтобы насытить следующий эфир, эфир следующего дня. Нет, это мы сделали просто для себя. Приехали наши коллеги из Москвы-24, это сняли, потому что вот для них это оказалось информационным поводом. Но мы просто пришли вместе провести свободное время и чем-то гордо помочь. Я вам открою секрет. Так получилось, что гражданин Америки в первый раз в моей жизни заставил меня вот этим своим предложением выйти, убирать, участвовать в субботнике. Я помню еще как ленинские коммунистические субботники. Я ни разу не выходил сам. Совершенно верно. А тут я понимаю, что вдруг, вот казалось бы, да, американец, нас всех... Причем он так сказал, это на собрании диджеев, которые у нас регулярно проводятся. Он сказал, говорит, ребята, а давайте вот на субботник выйдем. И он сказал это так убедительно, что и наши как-то так сразу сказали, ну давайте, давайте выйдем. И мы вышли, на самом деле, с огромным удовольствием. Еще погода была в этот день замечательная. И мы там на солнышке и погрелись. Приехали наши сотрудники с детьми, с собаками. Было очень забавно. Потом все пошли. Ну правильно, Антон говорит, повод просто, да, чтобы привести время свободное, вместе, лишний раз пообщаться. Мы действительно очень любим и после работы друг с другом зависать. Кстати, опять-таки надо подчеркнуть, что все-таки в нашем, ну, уже сознании, да, немолодом, слово субботник, оно имеет дополнительную нагрузку, согласись, да, Иван? Это то, от чего хочется... Убежать. Как-то, да, убежать. Улизнуть. Улизнуть. Ну, опять-таки, сейчас это очень по-свежему подается, поскольку в городской политике все очень меняется, и меняется в человеческую сторону. То есть, если слово старое, но содержание у него уже новое. То есть, это не какая-то обязаловка, куда гонят, вот. А действительно, вот, хорошая погода, и люди вышли привезти свой город в порядок после зимы тяжелой, которая там длилась, это 60 февраля было, 1 апреля. Да, да, да. А потом вдруг все... Сразу началось лето, да. Потом сразу случилось лето, и все вышли привезти город. Ну, это же здорово. Это нормально, нет. Это очень хорошо. И, знаете, вот мы даже ехали, когда сюда с Антоном, мы говорили о том, что очень нравятся некоторые инициативы, которые сейчас воплощаются. Например, вы обратили внимание, какое количество прозрачных заборов стало у нас в Москве? Я там от каких-то самых-самых, там, ритуальных мест до совершенно неожиданных пустырей, которые, казалось бы, там пустырь-пустырь промзона. И забыли про него давно. А потом сейчас сняли эти заборы безумные, бетонные, и оказалось, что там можно любоваться видом, там, на реку и еще. Совершенно нет. Красота. Поэтому вот это хороший такой образ. Знаете, мы тоже в какой-то степени, для многих иностранцев, мы недавно проводили наше полугодичное день рождения. Наш день рождения полгода, одна-вторая года. Это же юбилей, вы можете сказать. Да, два торта с одной свечкой. Чтобы свечку пополам не лезать. Да, да, да. Вот, к нам пришло неожиданно очень много народа. Мы в одном из московских клубов проводили на веранде. Не ожидали такого количества. Веранда была заполнена. Эти люди, это все ваши слушатели. Это наши слушатели. Причем пришли те самые экспаты, которые, вот эти вот взрослые дядьки, которые давно здесь живут, которые то ли там при посольстве где-то работают, то ли в каких-то компаниях. И это те самые люди, которые очень бурно в интернете реагировали на появление станции. Писали, ну, понятно, Russia Today, да. Ну, это будет сейчас пропаганда. Ой, московское правительство. Сейчас это нам опять начнут рассказывать, как здесь все хорошо, свобода слова. А пришли же вы люди. А пришли люди, которые вот за полгода нашего существования поверили в то, что по ту сторону динамиков такие же живые люди абсолютно с теми же мыслями и с теми же эмоциями. И вот это нам было очень важно, потому что мы, правда, не занимаемся пропагандой. У нас не было изначально этой задачи. Это хочется подчеркнуть. Московская объединенная редакция московских СМИ изначально ставила задачу сделать хулиганское радио. Я вам сейчас открываю маленький секрет. Вау, хулиганское. Хулиганское, да, потому что, ну, вот все же, наверное, посмотрели фильм «Рок волна». Да. Вот там классические примеры радиостанции. Мы, естественно, не ориентируемся на этот фильм, но мы бы хотели действительно, чтобы нас слушали люди вне зависимости от возраста, вне зависимости от национальности и гражданства. Потому что те, кто понимает на самом деле, все в один голос говорят, что вас очень интересно слушать. С вами, у вас какая-то жизнь в эфире, и у вас воздух свежий. Плюс ко всему прочему, мы еще стараемся и в музыке, которая у нас 80% все-таки. Очень обидно, что мало радиостанций в Москве очень нас поддерживает, потому что мы играем практически все самое свежее, что выходит. Значит, одно дело, когда эта песня из хит-парада американского, потому что там другая стилистика, это вроде как не очень близко многие считают из музыкальных редакторов нашим людям. Но, простите, когда выходит альбом Дэвида Боуи, и никто, кроме нас, не играет пару синглов с него, мне странно. Вадь, а как думаешь, с чем это связано? Это настолько не формат уже сейчас, что вообще нигде он будет звучать? Вы знаете, что группа U2, как мне было сказано одним известным музыкальным редактором, плохо тестируется? Тут история такая, что есть в Москве несколько радиохолдингов, и программные директора радиостанций, они выстраивают форматы по принципу друг против друга. Вот есть в холдинге мультимедиа «Наше радио» и «Рок-ФМ». И тут же в холдинге «Русская медиагруппа» станцию «Хит-ФМ» перестраивают против них обеих, против них обеих, против обеих станций. Зачем? Она играет ровно то же самое, да, то есть с целью оттянуть каких-то слушателей, не очень это у них получается. Вот, в общем, ни тем нехорошо, ни другим нехорошо. И в результате три чистоты заняты одной и той же музыкой. А кругом такие поляны неокученные. Где такие грибы растут? Грибы не на полях растут. Вот, если мы об одном и том же. Прекрасный, огромный сейчас пласт российской модной музыки, англоязычной и не англоязычной. Да, ну то, что называют хипстерские. Никто не играет. Никто не играет. А там, во-первых, действительно много очень талантливых людей, а во-вторых, эти люди собирают залы. То есть люди, которые крутятся на радио, собирают по сто человек, а люди, которые не крутятся, собирают по тысяче. Это парадокс? Нет, это не парадокс. Это показатель того, что радиостанции живут в каком-то позавчерашнем, позавчерашнем дне. Большинство, да? Большинство. Большинство. Я могу сказать, к сожалению, что практически все. Потому что этого никто не крутит. И никто не понимает одной простой вещи, что... А то, прошу прощения, мы сейчас еще раз новости на Финам.ФМ должны послушать, послушаем, а потом продолжим разговор. Ну что ж, друзья, у меня вот такой замечательный эфир сегодня, интересный, живой, в студии наши коллеги. Напомню, что сегодня бизнес-класс целиком посвящен нашему юбилею, пятилетию радиостанции Финам.ФМ. А в студии Иван Суворов, генеральный продюсер радиостанции Москва.ФМ. И Антон Чернин, шеф-редактор радиостанции Москва.ФМ. Обсуждаем мы наши суровые будни. Да, но суровые, конечно, в кавычках, потому что они замечательные, интересные. Сейчас мы поговорили о музыкальном контексте, да, о музыкальном формате, что называется. Продолжаем. Да, так вот, все практически музыкальные директора, программные директора охотятся за одной и той же аудиторией. 25-40, мужское образование, мужской пол, высшее образование, мать огласается в протестант, да, как обычно говорили, в теплых краях. Вот, и все пытаются как-то вот эту аудиторию поделить, и при этом никто не понимает, что завтра этим людям будет 50-60. А людям, которым завтра будет 25-40, и сейчас по 15, вот тогда им уже музыкальное радио будет ненужным. Они сейчас растут без него. Они сейчас уходят в интернет, они там слушают то, что они хотят, потому что на радио они этого не слышат. И вот наша задача, на мой взгляд, мне хочется получить какую-то часть той аудитории, которая сидит в интернете, которая ушла с радио. Ну, то есть, логично подготовить ее, да, подготовить ее к тому, что через какое-то время, да, она тоже найдет то, что ей захочется послушать. И более того, вот те люди, которые после 45, да, уходят, условно говоря, на пенсию, на музыкальную, на радийную пенсию, они тоже не остались у разбитого корыта, потому что они тоже могут, так сказать, да, найти. Вы знаете, здесь еще, вот о чем хотелось бы очень сказать. Когда-то, давным-давно, когда я еще начинал работать на радио, в середине 90-х, в начале даже, ближе к началу, история попадания новых песен, новых артистов на радио была совершенно иной. Я очень, вот при мне, первый раз в моем эфире прозвучала первая песня Валерия Меладзе, в моем хит-параде. Когда-то бились Агата Кристи с Иванушками Интернешнл, а тогда только-только появилась. И мне первый раз попалась в руки кассета, в руки вверх, этот вот первый альбом, который зашелся по России с какими-то нереальными тогда тиражами, пиратскими, не пиратскими. Тогда у меня такое ощущение, были люди, которые были заинтересованы в том, чтобы эта музыка, то есть, чтобы эта музыка звучала, чтобы она доходила и находила своего слушателя. Были продюсеры. Ты видишь, люди, которые на радио непосредственно работали? Люди, которые занимались продюсированием. Тут надо вспомнить Юрия Шмельча из Веншписа, и Женю Фридленда, который принес Меладзе тогда первый раз на Европу Плюс, и Андрея Маликова, который вытащил на самом деле группу «Руки вверх». Фамилии сейчас многим даже ничего и не скажет. Так вот, получается так, что тогда продюсеры, пусть вот кустарные, пусть вот такие, как ларёчники, пусть как кооперативщики, как кооперативные палаточники, как продавцы на горбушке, они были, а сейчас почему-то группа «Тесла Бой», которая появилась, кстати говоря, в эфире впервые, несколько лет назад мы с Антоном работали на этой радиостанции, я тогда там был программным директором, Антон пришёл редактором. «Тесла Бой» появилась первый раз в эфире тогда. Сейчас, на прошлой неделе, фестиваль «Боско Фрэш», группа «Тесла Бой» собрала 12 тысяч на своё выступление. В субботу они всё-таки выступали, пока мы отмечали твой день рождения, в субботу. А в субботу? Правильно, в воскресенье. 12 тысяч человек. Это группа, которая была известна на тот момент, когда она впервые попала в эфир радио хипстером, вот этой вот молодёжной тусовки. Сейчас она уже, понятно, что и в Европе, и в Америке она гораздо более известна, чем у нас, но групп, я не вижу продюсера у нас в шоу-бизнесе, извините за это слово, потому что она сейчас больше ругательная даже, который бы занимался, допустим, этой группой, или десятком подобных групп. И некому ходить к программным директорам и пробивать, и поставьте, пожалуйста, поверьте. Это же нужно убеждать. Когда Саша Кушнир принёс, не буду называть исполнительницу, я говорю, принеси, пожалуйста, демо. Вот всё, что... Говорит, у неё там порядка 400 песен. Я говорю, вот давай мы с тобой сядем, отслушаем, выберем те песни, которые могут теоретически стать радиохитами. Потому что то, что становится хитом в эфире, оно не всегда так же работает на концерте. Поэтому здесь, на самом деле, нужно от печки танцевать, и я обращаюсь к людям, которые, благодаря тому, что вы нас пригласили, к тем людям, на русском языке я могу говорить, обращаюсь к тем, кто готов заниматься сейчас продюсированием артистов. Нам опять нужны, мне кажется, настало время, опять нужны эти энтузиасты, которые, как в те времена, в середине 90-х, поднимали этот шоу-бизнес. Сейчас есть материал. А с другой стороны... Сейчас, Антон, извините, пожалуйста. Я предположил, что этих энтузиастов мы найдём. Мы клич сейчас бросим, и они побегут к нам, потекут широкой волной. Но, тем не менее, вот он энтузиаст, вот у него есть артист интересный, новый, а кому он его предложит? Ну, вам, безусловно, Москва-ФМ, ну и нам, Финам-ФМ. А все остальные опять скажут, это... А со всеми остальными там очень забавная история. Да, у нас есть традиция, причём даже на хороших станциях, что новый материал принесённый вылёживается, допустим, месяц, потому что есть график постановки в эфир, и даже если песню поставили, да, сказали, мы берём, она может выйти в эфир через месяц, через полтора. У нас это делается немножко по-другому, у нас если приходит новый сингл группы «Тексас», то он идёт в эфир через три минуты после того, как мы его послушали. Потому что вот эти три минуты у нас играет другая песня, а потом режим не играет, что... А сейчас вот только что к нам пришла песня группы «Тексас» слушать, и понеслась. Это здорово, это здорово. Это нормально, вот так вот это должно делаться, без всех этих графиков, потому что это тоже позавчерашний день. Радио, на самом деле, именно по таким принципам работает. А вот что касается энтузиастов, я думаю, что как когда-то с группой «Руки вверх» произошло, когда они разошлись, их никто не ставил. Ни одна радиостанция, вот песня про... Я хороший мальчик, помните, да, вот эта танцевалка вот эта замечательная? Ли-ли-ли-ли. Да, да, да. Никто не брал в эфир. Точно так же. А потом, когда это разошлось на кассетах, все были вынуждены. Кто-то сначала, по-моему, Миша Козырев взял, потом ещё кто-то, ещё кто-то. Ну, то есть вынуждены, потому что это звучит уже, да? Ну, конечно. И я думаю, что сейчас... А сейчас вместо роли кассеты выполняют те же самые айподы, айпэды и другие девайсы, куда можно всё это закачать, в iTunes или другие программы. И я думаю, что вот история «Тесла-бой», например, она показательна абсолютно. Потому что я думаю, что вот эта критическая масса накопится, и через какое-то время, дай бог там плодотворного творчества Антону с ребятами, накопится вот эта масса критическая, когда уже нельзя будет не играть, например, вот таких артистов. И тогда нужны будут... И тогда вот те энтузиасты, которые сейчас услышат наш призыв, могут на самом деле, наверное, и заработать... Да, или заняться... Я уже бизнес-правед. Я уже пенсиологический прогноз на эту историю, что в тот момент, когда программные директора наконец-то раскачаются и поставят всю эту музыку, окажется, что аудитория, которая могла бы это слушать, она уже не слушает FM-радио. Все, им это уже не нужно. И тогда вот это вот все накроется чем-то медным и большим. Весь этот... Будем надеяться, что не накроется, потому что... Вот, собственно, мы стараемся выстраивать свою программную политику так, чтобы не накрылась. Да, мы стараемся ставить музыку, актуальную музыку в тот момент, когда она актуальна, чтобы там аудитория того же Боска Фрэша понимала, что вот эти вот ребята, их, в принципе, можно ловить у нас. То есть, их можно слушать в интернете и так далее, ходить на контакты, а можно послушать у нас. Ну, а другие радиостанции, которые работают как раз по бизнес... Классическим. Классическим бизнес-схемам, классическим для нас. Они... Там же все понятно. Есть рейтинг, есть деньги. Поэтому тоже довольно странно слышать там, что Леди Гага дает рейтинг, а вот эта артистка не дает рейтинг. А вот этих надо играть... А вот хиты, которые появляются, здесь нужно играть 6 раз в день, а вот эти надо играть 3 раза в день. Вот это не очень понятно, честно говоря, потому что то, что уже сказал Антон ранее, все бьются за одну и ту же аудиторию. Поэтому очень многие радиостанции у нас похожи. Вы, и, надеюсь, мы, сильно отличаемся. Мы не будем говорить и ходить вокруг да около. Мы уникальные продукты. И Финам-ФМ, и Москва-ФМ. И очень хочется, чтобы вот из таких... У нас больше 50 радиостанций в Москве. Вот сколько вы насчитаете на пальцах одной или двух рук у них действительно уникальных продуктов? Я боюсь, что достаточно одной руки даже, наверное, если говорить действительно об уникальных. Потому что все остальные пытаются либо в эту сторону, либо в эту сторону, либо за одних и тех же людей. Ну, посмотри, тогда хорошо. Нашим конкурентным преимуществом, мы сейчас говорим о Москва-ФМ, о Финам-ФМ, является уникальность. Насколько оно, это конкурентное преимущество, сильно для того, чтобы мы, так сказать, с одной стороны, все остальное с другой стороны. Все же зависит от задачи. Все же зависит от задачи. Хорошо. Сформулируй, пожалуйста, задачу. Кратко сформулируй задачу. Вот этих уникальных радиостанций. Первое и главное. Для меня эта задача, как ни странно, я ее формулирую, желание спасти бизнес в целом. Потому что, если просто посмотреть те же рейтинги, обычные ТНСовские, Галапуски, да, там можно увидеть общие, я всегда смотрю первую строчку, общее слушание радиостанций. И оно четко минус процент в месяц. А этих процентов всего-навсего 100. И поэтому, когда у нас... Сейчас уже гораздо меньше. Там были чуть-чуть 60. Да, да, да. Ну, в сумме их 100, там было где-то в районе 60. И идет... Тренд устойчивый, да, как говорят. Вот, и когда у нас рейтинги растут, я понимаю, что мы тут все-таки не бревно, а каркадил, потому что мы плывем против течения общего. И вот смысл всех этих уникальных предложений для меня. Для того, чтобы... В том, чтобы плыть против течения. В том, чтобы удерживать людей, привлекать людей, и спасать то дело, которым мы все занимаемся, которое мы все любим. Огромное спасибо, уважаемые коллеги. Спасибо, что вы нашли время прийти к нам в эфир Финам.ФМ. Поздравить нас. Еще раз большое вам спасибо. Уважаемые слушатели, я напомню, сегодня в гостях бизнес-канала Иван Суворов, генеральный продюсер радиостанции Москва.ФМ. И Антон Чернин, шеф-редактор радиостанции Москва.ФМ. Успехов вам в нашем нелегком труде. Спасибо огромное за возможность такую поговорить. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Всего хорошего. Успехов в бизнесе. До свидания. С днем рождения еще раз. Спасибо, что пригласили. Продолжение следует.